Нынешняя ситуация решений не имеет. Каждый день гибнут люди, просто преддают. Минские соглашения, Минские договоренности – это тупик, политический тупик. Все это понимают, и даже в Европе, и даже в Штатах. Проблема в том, что единственным субъектом, которым может предложить какие-то инновационные подвижки, является Украина. Но Украина просто антологически не способна к инновациям. Антологически. У нас людей, которые способны к инновациям, планомерно уничтожали в 33-м, 37-м. Собственно, ближе к нашему времени. Там кучма сидит, президент же в этой группе Минской, переговоры идут какие-то. Сидит и говорит, что он выступает и предлагает. Как-то вроде бы роль Медведчука в среднем подчеркивается. Инновация – это когда ты проявляешь нечто, что лучше. Может поменять их? Нужно кого-то и других людей везти туда. Там же Ирина Герасченко ездила тогда, да? Обычно в таких процессах бывает так. Сначала инновация, ее кто-то выдвигает. А потом этого человека приглашают, и он осуществляет свою инновацию. Так? Обычно так. Инициатива наказуема. Какую инновацию ты можешь назвать за эти три года? Главное – это международная общественность, но она ввела санкции против России. Скажи, а вот… Это что, не инновация? Мне даже интересно. В твоей триминологии – инновация. Хорошо. А вот такой вопрос задам. Скажи, а кто из экспертов, у нас же есть масса экспертов по войне, изучал вообще предложенные инновации по поводу регулирования Украино-Российского конфликта? Вот есть у нас такие эксперты? Вот какие инновации вначале? Я понимаю, что у тебя инновации были какие-то, ты, может быть, озвучишь. Смотри, вопрос не в том, что у меня есть инновации. Они у меня, конечно, есть. Но я сейчас не хочу об этом говорить. И есть у меня. Я ставлю вопрос шире. А какие вообще инновации мы знаем? Ну вот кроме минских договоров. Инновации по поводу неконтролируемой территории, они все местные. Да, как завершить войну? Инновации по поводу того, как завершить войну. Нет, первая, так называемая, инновация, это была попытка Верховной Раде проголосовать изменение, там, чуть ли не конституции, касающиеся особого статуса этих всех территорий, да? Чем закон сейчас, мы помним, это был взрыв гранаты, это были жертвы. Вот парламентом до сих пор это расследуется. Теперь давай, я такой краткий анализ сделаю. Есть инновации у Меркель. Они тут не излагаются. Меркель их высказывает, но мы их почему-то переводить не хотим. Есть инновации у Макрона. Здесь мы их переводить и презентовать не хотим. Ты же говоришь, что украинские какие-то инновации. Нет, постой, это я сейчас широко беру. Теперь берем Украину. Есть инновации по поводу того, что принять закон об оккупации, принять закон о военном положении. Это, соответственно, самопомощь и Турчинов, да? Вот ты говоришь, две другие, я тоже хотел вспомнить инновации. Первая, это была вот так. Постой. Прошлым летом это были инновации Батькевщины. Вот. Потом мы про это забыли, и теперь год прошел, и мы говорим, что это инновации Турчинов. Это неправда. А, вон оно что, да. Это неправда. А какие тогда точнее? Вот инновации, которые сегодня до сих пор полузабыты? Итак, инновации Батькевщины, которые были подхвачены Турчиновым. Ага. Потому что мы же год назад еще обсуждали. Но мы уже предпочитаем, мы же забываем. Забываем, кто предложил, как бы, инновации Батькевщины. Потом эти стали инновации Турчиновым. Забынаются последние инновации. Ладно, пусть будут инновации Турчиновым, уже черт с ним. Но, вопрос в следующем. И мы что, сделали из этого публичное обсуждение? Мы же тайным образом, тайным образом разрабатывали важнейший за всю историю после советского периода закон Украины. О ее послевоенном будущем, о ее территории, о способе революции конфликта. Мы его разрабатывали тайно. Почему? Стой, почему? Это не ко мне вопрос. Мы его разрабатывали тайно. После того, как он был опубликован, я его прочитал и ужаснулся. Я написал целый блог, где, собственно, камня на камне не оставил от этого закона. И сказал, он редакции не подлежит. Так, а что там в нем такого? Я просто не читал закон. К сожалению, читать, изучать. Не будем тратить время, он опубликован, это можно прочитать. Закон о послевоенном устройстве Украины? Закон о деоккупации. У меня целый блог, буквально неделю, сколько назад я опубликовал. Люди же умеют читать, пусть сходят почитать. Я сейчас не буду тратить на это время. Вопрос в другом. Отсылаю к сайту или к блогу? К блогу на Украинской правде, где лежит анализ этого закона. И, понятно, что это уже понятно, это не сработает. При таких фундаментальных... В чем там противоречия? Этот закон полностью противоречит Минским соглашениям. Без денонсации Минских соглашений этот закон принимать нельзя. Второе. Там разные статьи противоречат друг другу. Третье. Он противоречит Конституции. Во всех своих базовых месседжах. Потому что он говорит о линии размежевания в одном месте, как той, которая навязана минскими договоренностями, а в другом месте, как той, которая определяет генеральный штаб. Одно противоречие. Он говорит про какой-то особливый режим. Хотя Конституция знает в условиях войны. Келден особливый режим. Военный стан. В Конституции больше нет никаких других особливых режимов. Если закон говорит, что Конституции нам... Ну, если закон, например, хочет особливый режим, то он честно должен сказать, что этой существующей Конституции нам не хватает для того, чтобы регулировать этот процесс. В Конституции надо присмотреть режим оккупации. Это отдельная статья или там пару статей, где это будет описываться. Изменения должны быть внесены. На основании этого разрабатывается закон. Это подход. Но власть же знает, что у него нулевая поддержка, что она не сможет изменить Конституцию. То есть все упирается в то, что этот закон тайным образом разрабатывает власть, которой поддержки нет. Поэтому он обречен изначально. Он мертворожденный. Он в таком виде сделан. То есть он сделан в условиях, в котором не изобретаются и не предлагаются законы. И он мертворожденный содержательным образом. То есть это тупик. Но его хоть не выносили на обсуждение, на голосование? Ну, пока общественное телевидение опубликовало неофициальную версию. Но я не думаю, что официально будет сильно отличаться, потому что я анализировал не какие-то там конкретные вещи, а сам подход анализировал. Я не думаю, что подход так радикально будет в официальной версии изменен. Поэтому там есть непреодолимые обстоятельства. Субтитры создавал DimaTorzok